привет народ это тостер у нас как обычно много интересного домашней техники но потому что реальные обзоры и тесты и вот очередное тому доказательство 77 мясорубок ребята мы сейчас будем смотреть как они работают смотрите эти мясорубки они все доступны на российском рынке это сейчас важная информация их можно купить любой момент ссылки мы поставим в подпись к видео на каждую модель так что можно всегда будет все сделать пройти посмотреть и так далее что будем делать ну понятно это все таки мясорубка будем мясо перерабатывать будем готовить фарш да но не только фарш мы еще и приготовим колбаски с помощью этих мясорубок потому что большинство из них есть колбасные насадки вот мы посмотрим как все это работе я не честно говоря никогда их не делал колбаски с помощью мясорубки а сейчас вот сделаем и узнаем как все будет строиться про каждую мясорубку рассказываю там определенные вещи самое главное тут же ее тестируем ну а финале делаем какой-то вывод говорим о том что понравилось что не понравилось мясо для этого видео нам привезли из мясного интернет-магазина prime meat в ассортименте у ребят свыше 300 различных видов разделки свежего мяса говядина и мраморная говядина свинина баранина телятина кратчатина даже нутрия есть девочки дичь а также все виды птицы в том числе перепелка ее подруга цесарка мясники prime meat по вашей просьбе приготовят свежий фарш под заказ а также нарежут и замаринуют в ароматных специях любое мясо кроме того prime meat есть большой выбор шашлыков по мясной кулинарии котлет колбасок пельмени и хинкали ручной между прочим работы магазин сотрудничает с небольшими семейными фермерскими хозяйствами у фермеров своя земля все животные растут на вольном выгуле и питаются свежей травой или сеном с добавлением в рацион полностью натурального прикорма в итоге они поставляют в prime мид экологически чистое мясо так что не бойтесь у ребят в prime meat все нормально и все качественно начнем с мясорубочки polaris она между прочим но она красивая да посмотрите такая симпатичная мясорубка металлический корпус на нем отпечатки хорошо остается лоток тоже металлический это хорошо потому что не покраситься умную такой прочный не треснет если что вдруг случайно вообще она самая дорогая в этом обзоре но при этом по комплектации она далеко вот не не самая широкая у нее здесь собственно есть ну да вот сама мясорубка и я сейчас покажу еще да у нее по моему до 33 диска вот этих перфорированных а которые значит для фарша для разного для разных видов фарша на и есть вот как раз насадки для кэбы и для колбасок которые мы будем использовать на это все я вытаскиваю из нее из мясорубки потому что здесь есть для этого специальных для хранения такой отсек что но несомненно как бы удобно так есть еще вот такая овощерезка овощетерка классический такой набор насадок поменьше терка побольше терка и вот такая история чтобы нарезать слайсами там какие-то до разные овощи и видимо фрукты даже тоже и собственно приступаем до приступаем к мясу у нас здесь такой микс говядины и свинины специально мы сделали чтоб потом сделать вкусные колбаски средние отверстия у нас по диаметру используем и поехали да еще могу сказать что здесь две скорости работы для разных продуктов есть режим реверса и фишка в том что здесь даже есть автореверс то есть если у вас мясорубка сама решит что у вас там что-то запуталась что-то надо обратно прикрутить прокрутить фарш так обратно она вам сама его обратно прокрутит вроде и хорошо а с другой стороны и вот есть такая опасность что она она решит что у вас что-то не так а у вас все нормально в общем это все конечно вы поймете уже по ходу по ходу пьес что называется по ходу использования мясорубки так поехали фарш говядина свинина такое мясо мы специально взяли знаете ну не самое простое прямо работает хоть работает не самое простое нам привезли мясо из ребята из про мид но смысла такой это были прожилки есть и какой-то жирок да и пусть но в целом смотрите я там не даже ничего делать особо не нужно я без перчаток но в ссоре потому что в дома все обычно без перчаток она кажется делают ну вот немножко помогу это я сейчас работаю на второй скорости до такая она повыше побольше скорость в общем то у нас проблем нет с этой мясорубкой polaris она кстати вот давайте я сейчас замолчу вы ее послушайте послушайте она очень тихо она реально очень тихо и я думаю что но мы сравним другими мясорубками даже по ощущениям просто но у меня уже есть ощущение что она будет ну пожалуй наверно самая тихая мясорубкой в этом обзоре это все благодаря здесь какой-то усовершенствован такой редуктор так пишут ребят я же за подсмотрю здесь написано да да запатентованный про редуктор промышленного уровня и это вот связано с этим связан шум то есть шум меньше ну и вот ребята вот так у нас получилось с фаршем проблем не возникло колбаски но сначала давайте прямо на вот на одном примере на этой мясорубке на polaris покажу как все это собирается выставляете шнек вы оставляете нож да дальше ставите вот перфорированных мы взяли вот с отверстиями побольше чтоб немножко полегче было делать и дальше вот эту всю историю да ребят сейчас я понимаю что там шутки за 100 пойдут пожалуйста комментариях оставляйте их пишите и чтобы у нас получилось колбаска мы делаем вот так да потом вот эту гайку затягиваем у нас получается вот так я так понимаю что за всю историю и нужно еще подальше как-то вот натянуть растянуть это нужно очень аккуратно делать да может порваться честно я не завидую тем хозяйкам которые значит занимается приготовлением домашней колбасы и я нахожу этому все больше подтверждение ну и сейчас будем пробовать с вами я первый раз честно говоря делаю вот таким способом колбаски поэтому уж не знаю как будет мне кажется даже немного смешно так но включаем вот первую скорость да именно уже готовый фарш мы сюда запускаем так смотрите что-то происходит и телодвижение пошли ну пока как-то я скажешь понимаю что опытные хозяйки в комментариях напишут мне что я все не так делаю я не знаю что держать ее или нет оболочка колбасы у меня получается почему-то ничего у меня не тут мяса нету то есть она где-то там уже в насадке уже прошло так как мы что нужно держать иначе он как воздушный шарик улетит это у нас самый смешной выпуск получится мясо все нет тоже нет а есть пошло ребята мы увидели мясо но теперь я как-то повеселее дату я уже расстроился теперь поинтереснее будет ребят ну честно говоря это первая колбаска немного она комом получилось я думаю мы сейчас тут порвалась видите это вот это все может происходить у вас пишите кстати в комментариях о вашем опыте производства домашних колбасок а мы сейчас все-таки сделаем вторую еще раз с этим за рубку вот смотрите вторая попытка у нас получше уже у нас осталось мясо то есть нужно делать так чтобы у вас мясо сразу вот попадала в кишку чтобы у вас не образовывался это воздушный мешок начали и кстати чтобы в середине он тоже не образовывался его нужно быстрее не забывать чтобы мясо шло и аккуратно самом деле нужно все это сделать потому что кишка она такая достаточно тонкая да и она может порваться у вас случайно и и жалко будет я пока боюсь говорить но со второго раза у нас вроде как да вот прям нужно не переусердствовать вот здесь нужно так аккуратненько чтобы она проходила мясо фарш не давите прямо со всей силы а то у вас будет сразу много мяса и может все порваться и немножко помогаете самой кишке потому что чтобы не сильно она напрягала что называется и не порвалась то что ну ладно но второй раз вот я делаю колбасу и второй раз у меня более-менее что-то начинает походить на колбасу по крайней мере даже не второй раз а первые но попытка 2 ну вот вот собственно все ребят все у нас все получилось я даже наверно уже выключу чтобы у нас не было перебора и вот так вы снимаете аккуратненько такая вот колбаску вас получается тут нужно оставлять место до чтобы чтобы завязать а так в общем вполне зачет зачет и мне и мясорубки polaris справились следующая мясорубка крафт но здесь тоже такая комплектация знаете достаточно скромная но она и стоит например в два раза примерно дешевле чем polaris так здесь три перфорированных диска разных с разного диаметра отверстиями мы используем на тесте в тесте средний есть насадка для колбасок и и опробуем ну и для кб тоже есть на что еще на сказке реверс конечно здесь есть но все-таки это уже такая твой москет для мясорубок реверс и одна скорость работы на то есть тут меньше можно варьировать но на самом деле не так часто все это и требуется изменение скорости работы мясорубки так корпус металлический такой солидный а довольно такая тяжелая кстати ну тут это может быть неплохо потому что он не будет она у вас по столу как-то и лозит во время работы довольно мощная 2 700 это максимум 2 700 до при блокировке мотора и что металлический лоток здесь здесь толкатель где можно хранить вот опять же различные насадки ну в общем такая по классике мясорубка ну и проверим как работает как справиться с фаршем поехали включаем вот слушайте послушайте ее и вспомните мясорубку polaris как-то тихо работала и было почти не слышно здесь конечно не подумали об этом совсем ладно в конце концов мы мясорубку не за тишину покупаем легко с разным мясом справляется я даже не использую толкатель ну чё все отлично хороший фарш получился ничего не испорчено здесь еще я забыл сказать есть функция реверс если что-то не так то можно фарш повернуть назад там чтобы все освободилось и чтобы опять мясорубка правильно заработала и дальше колбаски так но как-то здесь неустойчиво стоит этот лоток на самом деле довольно маленькое отверстие еще здесь и не так уж удобно все это да да вот да вот за и вот этим вещам нужно быть готовым то есть вы понимаете дальше делать да дальше просто обрезаете вот здесь и у вас получается маленькая колбаска но вообще нужно быть готовым таким вещам что у вас что-то будет не так идти и тут нужно приноровиться зигмундштайн следующая мясорубка такая на компактненькая да вот небольшие размеры что приятно потому что ну там часто на кухне мало места и вот тут небольшая мясорубка но она не самая компактная в нашем видео смотрите дальше здесь все просто такая минимальная комплектация это неплохо на самом деле потому что иногда мясорубку покупается только для того чтобы мясо в ней перерабатывать опять же здесь три диска с разной перфорации да и есть насадка для кэбы и насадка для приготовления колбасок 700 ватт у нее мощность но это такая рабочая мощность которая принципе обычный процесс приготовления фарша происходит а так 2 500 но это при блокировке мотора то есть она может там еще постараться вот каких таких сложных случаях все-таки переработать мясо есть одна скорость работы здесь и есть режим реверса но в общем вполне себе достаточно этого так что будем сейчас проверять как она работает включаем это сразу сразу оглохнуть можно да окей хорошо ну нет проблем с фаршем а дальше готовим колбаски а Я специально ничего особо не говорю, потому что очень громкая методорубка. Ее перекрикивать, ну... Ну, колбаска получается неплохая. Пока. Ну, колбаска получается неплохая. Я уже здесь вот доделаю то мясо, которое там есть внутри мясорубки. В общем-то, я думаю, что... Можно останавливаться. Потому что всегда должно оставаться вот здесь немножко, чтобы вы завязали колбаску. Ну, вот, смотрите, уже такая прям неплохая у меня получилась колбаска. Дальше у нас Vitec. Такой, значит, один получается средний, другой, вот такая максимальная, максимальный диаметр. А вот совсем мелких дырочек нет. Ну, окей, они, наверное, меньше нужны. Для Cabo насадка есть. Есть насадка для колбасок. Мы ее проверим. Ну, в общем, вот, все. Есть одна скорость работы. Есть режимы реверса. Ну, в принципе, все необходимое для переработки мяса здесь есть. Поехали. Лоточек такой, такой маленький и пластиковый. Ну, не белый. Вот значит, что, ну, как-то меньше он будет краситься, меньше будет оставаться на нем следов. Поехали. Включаем, работаем с Vitec. Ну, вот эта история немножко здесь есть. Нужно придерживать. Ну, так, немножко, видите, он подзатухает, вот, мотор. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Когда попадает мясо туда, при том, что мясо у нас, ну, не самое простое, но и не самое сложное. Ну, в принципе, здесь 1800 мощность при блокировке мотора, так что должна справляться. И пока справляется. Давай, давай! Ладно, неплохо. Ну, получилось. Ну, на самом деле, как мне показалось, вот, пока из всех мясорубок, которые мы протестировали, как-то сложнее всего ей было с фаршем, но, несмотря ни на что, справилась. Так что зачет с фаршем, и будем готовить колбаски сейчас. Вот, кстати, путем пробы и ошибок мы выяснили, что вот эту кишку нужно надевать, когда у вас фарш уже прямо здесь есть в этой трубке. Объяснить этот факт действительно невозможно. Чтобы не было воздушного кармана вот здесь, да, потому что воздух же выходит. Вот, вот так. Да, тарелка, спасибо. Наша волшебная тарелка. Потому что увлекаешься колбасками и забываешь обо всем, понимаете? Абсолютно, абсолютно, абсолютно. То здесь, конечно, не скажу, что мне прям очень удобно с этой мясорубкой делать колбаски. Она делается. В общем, даже неплохая получается. Но сам процесс я здесь суперудобным не назову. Мне кажется, самая длинная. Самая длинная у нас в B-Tecke получилась колбаска. Ну, все, хватит, а то действительно. Ну, вот так, смотрите. Как-то мы уже наловчились делать колбаски. Отлично. Так, что это у нас следующее? Я, честно говоря, запутался уже в всех мясорубках. Это, а, это Китфорд. Ну, окей. Смотрите, мне нравится то, что вот здесь сверху. То, что здесь вот такое покрытие, на котором не остается практически ничего. Ну, в принципе, это неплохо для кухни, когда у вас вот какие-то пятна не остаются. У меня уже пальцы не такие уж чистые, но джерноватые. Но все равно я не вижу прям здесь каких-то следов. Ну, нормально, зачет. Так, смотрите. Сразу скажу, что здесь есть скорость работы такая помедленнее и обычная. Ну, есть две скорости работы. Помедленнее нужна, когда у вас, например, вот установлен вот такой диск с отверстиями совсем маленькими. Ну, и чтобы у вас все нормально перерабатывалось. А вообще здесь вот их три. То есть маленькие, средние у нас стоят. И вот побольше отверстия. Вот такая комплектация. Ну, в принципе, довольно стандартная. Хотя некоторые жадничают, вы помните, да? Дальше. Здесь еще есть вот эта овощерезка-терка. Вот. Ну, расскажите, пользуетесь ли вы вот такой функцией мясорубки, если она у вас есть. Интересно. А так набор здесь стандартный. Терка, вот слайсы. И это вот еще история. Честно говоря, забыл, для чего она. Ну, для чего. Так. Есть для кэббы, есть насадка для колбасок. Мы ее попробуем. Пока фарш. Здесь довольно вместительный металлический лоток. Видите, все мясо поместилось. Так что норма удобно. Ну, я думаю, что мы обычную скорость будем использовать. А, прям само все летит. И она не очень шумная. Реально, вот, может быть, чуть-чуть погромче, чем Polaris, первая мясорубка, да? Которая совсем тихая у нас была. А явно тише, чем то, что было после. И очень легко с фаршем. Да, вот, в отличие от VTEC, которая так напрягала, здесь прям я вообще ничего не делаю. Просто легонько так мясо туда. Ну, и напоследок уже помогу толкателям. Мне нравится. Ну, такая ровненькая. Я уже прям как на заводе на колбаске. Еще немного, и начну класть всякие е-ингредиенты, знаете. Да. Вот так аккуратно нужно помогать в пешке, на самом деле. Главное, никуда не спешить. Вот поспешите, и у вас что-нибудь порвется обязательно. Ты не пройдешь! Вот это опасный момент. У вас так под напряжением эта кишка вот здесь. Нужно такого меньше допускать. Пешка под напряжением очень хорош фраза. Надо запомнить. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже увлекательное занятие. Я думаю, что слишком большую это тоже не нужно делать, потому что там потом неудобно будет варить, жарить и так далее. Поэтому мы сейчас остановимся и вот так аккуратненько снимем. Вот такая колбаса. Та-дам! Ну это, пожалуй, одна из самых интересных мясорубок в нашем видео. Все, она российского производства. Да, вот прошу любить и жаловать. Небольшая такая, смотрите, компактная. Ну реально, в общем, место на кухне сэкономит. Вот, ну так, по внешнему виду немного видно, что она российского производства, да, позволю себе так сказать. Смотрите, комплектация, много всего вокруг, сейчас буду объяснять. Здесь два этих диска перфорированных, ну не три положили, а два, немного пожадничали. Есть вот такие отверстия, а есть вот такие отверстия, да, то есть поменьше, побольше. И таких средних или совсем маленьких, увы, нет. Дальше. Здесь так, с чего бы начать? Давайте вот с этой красной штуки, такой неожиданной. Это вот в подарок идет, это такой пресс для того, чтобы вы котлеты для бургеров штамповали, да. Чтобы вам было легко, просто и вкусно. Окей, хорошо. Хорошо. Дальше. Что еще? Здесь есть соковыжималка. Вот это вот интересная история, такая немного так кондова она выглядит, но это вообще-то соковыжималка. Вот так вот, ребята, шнековая, как вы, наверное, заметили, соковыжималка, да, то есть, в общем, много чего можно с ее помощью готовить. И две решетки здесь, ну то есть, понятно, что в итоге у вас либо меньше мякоть будет, либо больше мякоть. Вот в том, что у вас получается в соке, там, или в той субстанции, которая у вас получится в итоге, вот, да, так тоже можно делать. Дальше. Здесь есть терка еще, она вообще называется кухонный комбайн, или кухонная машина, да, комбайн. Мастерица, кстати, мастерица такое название, делают ее в Кирове, там еще и стиральные машины делают, правда, канди, да, ну и вот бренд мастерицы тоже там изготавливается продукция. Есть вот такие штуки, это терки, разные там, шинковки, да, все это вот есть. Их три, вот одна у меня еще здесь стоит. Здесь еще вот такая интересная вот есть вещь, смотрите, сейчас покажу. Мы долго думали, для чего она нужна. Ну, наконец, додумались, что это такая специальная насадка для того, чтобы у вас не скапливались там вот то, что вы трете, овощи какие-нибудь, да, морковь, та же, огурцы, не скапливались по стенкам вот этих барабанов, да. И вот с помощью этой насадки во время работы она ее, она эти вот все, все, что вы трете, должна выбрасывать, ну, надеюсь, не очень далеко, надеюсь, в миску. Вот так, вот такие аксессуары. Это целых пять в комплекте этих предохранительных муфт, которые, если что, треснут, вы потом их замените, если у вас мясорубка слишком сильно перенапряжется. Вроде все основное рассказал. Да, нет, еще не все. Здесь три, аж три скорости работы. Ну, видимо, это связано вот с тем, что высоковыжималка еще есть и так далее. Но нет реверса. Вот почему ребята из Кирова не сделали реверс в этой супер-мега мясорубке в кухонном комбайне, не очень понятно. Ну, вот не сделали, не захотели. Окей, хорошо, смотрим, как все будет происходить с мясом. Включено, окей. Да, ну так. Вроде бы и все нормально, но так немножко напрягается. Так немножко провисает мотор. Но справляется. Ладно, напрасны были мои опасения. Справилась мастерица с фаршем. Так, ну вот, к сожалению, нет у этой мастерицы нашей российской насадок для колбасок. Как-то, видимо, не знаю, непопулярны в России, что ли, колбаски. Ну, в общем, не получится их смастерить. Зато мы проверим вот эту вот терку, которая должна, значит, правильно все тереть. Проверим ее на, в общем, на морковке. Мне кажется, часто ее трут. Поехали. Слушайте, да. Получается, что морковка не разлетается. Бывает иногда, что нужно прямо так миску подставлять, знаете, вот специально держать. И при этом... Ну, подайте я посмотрю. Ну, да, она по большей части не скапливается на стенках. Есть немного. Я все же думаю, что это скорее такой руль направления тоже, да. То есть вот он направляет морковку именно вниз. Скорее всего. Видите, что она летит именно вниз. Ну, не мог я, конечно, не протестировать вот эту соковыжималку, вот этой вот необычной такой конструкции, да, шнековой. Давайте посмотрим, что и как. Яблоки у нас. Я надеюсь, что я правильно здесь все поставил. Ну, сейчас посмотрим. Здесь, на самом деле, довольно сложная технология всего этого получения сока. Это у меня инструкция здесь. Так. Ну, вот так, ребят. Я вообще не понимаю, что происходит. Это очень смешно. Но. Мы уже доделаем это все. Могу понять, куда, что-то еще. Давайте. Уже. Ладуйтесь. А, вот. В общем, ребята, путем нелегких проб и ошибок мы выяснили, что вот жмых, он отсюда идет. Нигде, нигде этого не написано. Ну, вот, если это в Кирове называют яблочным соком, ну, что ж, да, нужно только порадоваться за Киров. В общем, ребят, вы можете говорить, что я что-то неправильно сделал. Хотя я старался делать по инструкции. Ну, в общем, я считаю, что как соковыжималку этот девайс совершенно не нужно использовать. Может быть, какие-то ягоды и так далее. А вот с яблоками никак. Старвинт. Между прочим, на момент съемки модель самая бюджетная. Стоит в районе 5 тысяч рублей. Реально дешевле, чем все остальные мясорубки. При этом у нее неплохая комплектация вот для тех, кому это нужно, да. Ну, по классике есть дополнительная вот терка, да, для овощей. Там разные терки плюс слайсы. Есть здесь еще соковыжималка. Ну, у нее конструкция такая же, как и у мастерицы. Просто она поприличнее выглядит, конечно. Но в целом мне вот результат не понравился, во всяком случае, у мастерицы. Так что не будем ее больше тестировать. Есть даже такой пресс для котлеток. Вот тоже, значит, можно все это делать. Ну, такой он более продвинутый, чем у той же мастерицы. Ну, и есть три перфорированных диска разного диаметра отверстия для разного фарша, для разных блюд. Ну, и классика для КЭБ-насадка и насадочка для колбасок. Ее, пожалуй, опять и будем использовать, раз уж у нас колбаска сегодня. Но сначала фарш. Здесь одна скорость работы и есть режим реверса. Ну, в общем, по классике все. Поехали. Ну, вот она не самая тихая, она далеко не самая громкая. В принципе, с фаршем исправляется быстро. Так даже не сильно проседают обороты мотора. Немного есть, но... Быстро мы со всем справились, я имею в виду с фаршем. Он у нас из свинины и из говядины, напомню. Нормально, отлично все получилось. Хорошо пошла колбаса. На самом деле, можно прям такие семейные соревнования устраивать. А что, так можно было, что ли? На самую длинную колбасу. У кого длиннее колбаса-то? Вот видите, плохо закреплен здесь достаточно лоток. И иногда, когда вы делаете колбасу, он вам может мешать немного. Вот видите, вот видите. Интересно, прям увлекательные занятия наше ходать. Ну, в общем, мы поняли, да, что так можно бесконечно делать колбасу, но все-таки нам пора завершать тест. И вот здесь у Starwind тоже с колбасой все в порядке. Ну что, ребят, немного однообразной получилось с колбасками. Вот это поворот! Я понимаю, да, было много колбасок, но, черт побери, у нас был такой тест. Мы хотели посмотреть, как разные мясорубки делают колбаски и научились заодно их делать. Поначалу у меня как-то не пошло, а потом, вы видели, нормально все, все колбаски получились. То есть, по сути, с фаршем и с колбасками справились все мясорубки, вы видели. Но давайте все-таки выделю какие-то модели, да. Мне понравилось, как Китфорд работает, да, вот как-то все нормально там было. И вот мне нравится этот корпус, который без пятен, да, в итоге. В общем, о Китфорте хороших печень у меня остались. Мне понравился Polaris, потому что, ну, во-первых, со всем он справился. Во-вторых, самая тихая, самая тихая мясорубка в нашем тесте, это правда. Но, правда, небюджетная такая премиальная модель у Polaris. В принципе, по комплектации она скромнее многих, но не всем им нужна такая вот какая-то широкая комплектация, как, например, у Starwind. Кстати, ребята, по-моему, самые бюджетные, да, в нашем тесте. И нормально справились, и комплектация достаточно такая большая, широкая для тех, кому это нужно. Ну, и, конечно, конечно, правда, эта комплектация не сравнится, наверное, с комплектацией мастерицы, вот, мясорубки из Кирова. И знаете, что мы сделаем? Мы разыграем эту мясорубку из Кирова. А что, она компактная, она, значит, много там всего, всяких насадок. Ну, еще и патриотичненько получается, да? Вот, в общем, подкинем кому-нибудь проблем, как у меня, как у меня ребята сказали в группе. Так, чтобы подкинуть кому-то проблем, нужно вот что сделать. Нужно быть подписанным на наш канал, на тостер на YouTube, и нужно у себя во ВКонтакте сделать репост этого видео. Делаете репост, а потом ссылочку или ID ВКонтакте оставляете в комментариях под этим видео. Дальше мы там через какое-то время, я думаю, что это ближе к осени, подведем итоги, и кто-то получит вот эту мясорубку и будет радоваться с ней. Вот так разыграем мастерицу. Я думаю, условия понятны, если кто-то не услышал, то в подписи к видео они еще раз будут обозначены. Ну, собственно, на все мясорубки тоже ссылки есть в подписи к видео, так что, если кого-то, какая-то модель заинтересовала, а я повторюсь, они все справились с поставленными задачами сегодня, то, пожалуйста, проходите, смотрите, покупайте, если хотите. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем, как она реально работает. Подписывайтесь, лайк, шер. Если нужна мясорубочка, то вот вам видео, посмотрите и выберите. Пока.